Девушки отдыхают Если происходит много трений относительно Ленина, просим не отказать нам дать скорейший по возможности ответ, какого он происхождения, если был сослан, то за что, каким образом он вернулся в Россию и какие действия он проявляет в настоящий момент, то есть полезны они нам или вредны. Одним словом просим убедить нас своим письмом так, чтобы после этого у нас не было никаких споров, не теряли бы напрасно время и другим товарищам могли бы в состоянии доказать. Отвечаю на эти вопросы все, кроме последнего, ибо только вы сами можете судить, полезны вам мои действия или нет. Зовут меня Владимир Ильич Ульянов. Родился я в Симбирске 10 апреля 1870 года. Весной 1887 года мой старший брат Александр казнен Александром Третьим за покушение на его жизнь. В декабре 1887 года я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения, затем выслан из Казани. В декабре 1895 года арестован второй раз за социал-демократическую пропаганду среди рабочих в Питере. На этом рукопись обрывается. Владимир Ильич Ульянов-Ленин – один из немногих выдающихся политиков, который не оставил своей автобиографии. Когда-то над описанием едва ли не каждой минуты жизни вождя пролетариата работал целый институт. Их невероятный труд называется «Биохроника Ленина». Здесь подробно зафиксировано все, что происходило с ним в течение его жизни. Вот только почему у самого Владимира Ильича не нашлось времени создать собственное жизнеописание? Он не мог писать. И причина вся в том, что я это заключение делаю, и вот круг твердо убежден в этом. Вот за что ни возьмитесь, вот копните за что угодно. Все фальшиво у него. Все ложь. Все на обмане. Понимаете? Он начинал писать автобиографию. И вот эта, видимо, слишком большая занятость прервала. Потому что, я не знаю, может быть, надо было срочно над какой-то статьей работать. Но прервала вот эту работу. У него там буквально полустранички, а дальше написано, на этом рукопись кончается. Понимаете? Ну, подумайте сами. Писать автобиографию. Ну, он же не думал, что он 54 года умрет. Но он не думал об этом, понимаете? Успеет еще. Поживет еще, успеет. Делал он не в проворот, а он будет сидеть и воспоминаниями заниматься. Он же, он такое на себя взвалил. Вся его жизнь – это невероятный набор событий, загадок и противоречий. Даже дата его рождения, 22 апреля, хорошо знакомый всем с детства праздничный день – это тоже своего рода загадка. Владимир Ульянов родился 10 апреля 1870 года по старому стилю. По новому стилю разница сначала составляла 12 дней, а с 20-го столетия прибавился еще один день – 13-й. То есть, получается, что Владимир Ильич родился 23 апреля. Однако после смерти Ленина все, что его касалось, превратилось в коммунистическую святыню. Менять 22 апреля на 23-е никто не отважился. В ленинские дни во всей стране ребята встречаются с художниками и писателями, которые в своих произведениях воссоздают образ родного Ильича. Нам с детства знакома эта идиллическая картина – образцовая семья Ульянова. Мария Александровна за фортепиано, старшие дети увлеченно читают книги, младшие усердно готовят уроки. И где-то сбоку в приоткрытую дверь видна фигура главы семейства Ильи Николаевича, обыкновенно за рабочим столом. И мать, и отец пользовались безграничным доверием детей. Безграничным. Да, причем мать, она была даже помягче. Потому что она мать, а отец был очень строгий. Практически он дома не бывал. Кстати, он особенно не стремился быстрее вернуться, потому что с ним не считались, даже не здоровались. Проходили, бежали мимо и так далее. Если предположить, что дети на самом деле относились к отцу холодно, то как это могло сказаться на характере мальчиков, которые воспитывались в семье? Может быть, негатив, который существует в семье по отношению к мужчинам, настолько высок, что ребенок не переносит своих сыновних чувств на другого мужчину. И тогда он живет в своеобразном таком хаосе. И через собственный опыт, ошибки, травмы, переживания, страдания как-то в себе формирует модель, мужскую модель поведения. И часто, конечно, это ребенок с искореженной душой, с задержкой развития, с какими-то необычными качествами характера. Часто это конфликтные дети. И в этом смысле, конечно, развитие ребенка можно рассматривать в самом таком негативном аспекте. И еще одна удивительная деталь биографии Ленина, о которой стали говорить не так давно. У него, самого человечного человека, не было ни одного близкого друга. Ни в детстве, ни в более старшем возрасте. Нет, у него были друзья. Может быть, не было бы такого какого-то одного закадычного друга. Но у него был Саша, у него была Аня. Потом родилась Оленька. Она была его главной подругой. Вот они, Володя и Оля, вот они-то в основном и шалили. Они устраивали такое вдове. Все воспоминаатели об этом говорят. И под стол залезали, и ездили на каких-то там транспорте, и на лошадке, и сражались, как индейцы. В индейцах играли. Вот это, пожалуй, единственное хорошо известное подтверждение того, что Володя Ульянов действительно с кем-то играл в индейцев. Это подлинник и первый экземпляр в коллекции документов, которые хранятся в главном архиве социалистической истории. Это письмо тотемами, которые гимназист Ульянов собственноручно нарисовал на куске бересты и адресовал своему однокласснику. Кстати, ученые до сих пор не могут расшифровать, что же означают эти символы. Кажется, уже в раннем возрасте у Володи Ульянова появилась страсть конспирации, которая впоследствии примет болезненную форму. Когда ребенок растет в семье один, да? Он нуждается в каком-то друге, товарищ. А здесь друзья, вот они. Мало того, что друзья по постоянным играм, так еще и старшие друзья по идейным взглядам, друзья по кругу чтения. Они часто играли в интеллектуальные игры. Ну, вы знаете, как раз если... Это противоречивый на самом деле фактор такой. Если дети дружат между собой в семье, если у них развивается способность к дружбе, то, безусловно, эта способность имеет универсальный характер. В общем-то, здесь также развивается... Это способность дружить с другим человеком прежде всего. Так что же происходило в семье Ульяновых на самом деле? Казалось, у детей перед глазами был выдающийся пример. Их отец, директор народных училищ Илья Николаевич Ульянов, человек очень уважаемый, трудолюбивый и порядочный. Я говорю, не только у нас в мире не сыскать такого человека, который в одной отдельно взятой губернии, эту цифру сейчас повторю, да, 434 школы создал, ну как, великий человек. Но дома он был никто, для всех буквально, начиная с жены, кончая с детьми. Потому что все говорит за то, что ни один ребенок не был его. И вот она, первая и, возможно, главная тайна в жизни Владимира Ульянова, тайна его рождения. Был ли Владимир Ильич Ульянов родным сыном Ильи Николаевича Ульянова? А если нет, то кто же тогда является родным отцом человека, который сыграл главную роль в российской истории? В Центральном музее Ленина в Москве хранится диплом Владимира Ульянова об окончании императорского Санкт-Петербургского университета. Вот только получатель диплома не Владимир Ильич Ульянов, а Владимир Иванович Ульянов. Причем отчество Иванович в дипломе зачеркнуто, а сверху от руки сделана надпись «Ильич». А был ли Владимир Ульянов Ильичом? Когда выписывали аттестат, посмотрите, вы и Ленин. То, что он Владимир, знали все, да? А и, ну, самое распространенное имя – Иванович. И написали Иванович. Почему он не возразил против вот этого диплома? Так? И сказал бы, господа, это не я же, так? Он не стал возражать. Получил этот диплом, и все. А вот уже фальшивомонетчики, это я имею в виду Институт марсизма и ленинзма, ЦК КПСС, вот. А тут и решили подправить. Здесь я считаю, что Ленин не причастен, у него собственных грехов хватало. Хоть отбавляй. Да бесспорно, он признал этим актом, что он получил диплом, и признал, что именно продиктовал. В ведомостях фамилия, имя, а надо было отчество в диплом писать, он продиктовал сам, так же, как и другие абитуриенты, которые сдавали претенденты на диплом, диктовали свою фамилию, имя, отчество. Это уже естественно, иначе как могут без него заполнить? Ошибка в дипломе действительно могла возникнуть из-за простой невнимательности писавших. И вполне возможно, что Владимир Ульянов сразу не заметил ее. Но дома он должен был обнаружить эту неточность обязательно, ведь диплом читали все родные, и непременно обратиться в университет, чтобы исправить отчество. Однако Владимир не стал этого делать. Многие историки объясняют это тем, что он просто не успел, поскольку вскоре уехал за границу. Или они не знают, действительно биография Лейна, или что-то делают, чтобы как-то скрыть эту тайну, замазать это все. Пожалуйста, я отвечу на этот вопрос. Посмотрите, я говорю, пожалуйста, диплом получен 14 января 1892 года. Но первая поездка за границу, вот теперь уже уточняю, 25 апреля 1995 года. Ну, вернулся в сентябре, он мог пойти опять, сказать, пожалуйста, я же не могу предъявить, это будет с паспортом никак не стыкуется, да? Этого не делал он абсолютно. То есть он считал, что это нормальное явление. А вот те, которые в Институте марсизма и ленизма при ЦК КПСС работали, считали, что это серьезное пятно, надо исправить и так далее. Взяли подделку, сделали. Зачеркнули и подписали Ильин, сын Ильин. Да, это не так. Так кто же этот таинственный Иван, которого Владимир Ульянов считал своим настоящим отцом? Неужели он не только знал имя этого человека, но и общался с ним? Частый гость, он у них жил, понимаете, это ни день, ни два, четверть века, не шутка. Речь идет о семейном докторе Ульяновых. Удивительно, но имя этого довольно близкого для них человека никто из детей в своих воспоминаниях не называет. Это легко объяснить тем, что воспоминания родственников о вожде подвергались строгой цензуре. Более того, Анна Ильинична Ульянова, старшая сестра Ленина, сама делает три редакции своих записей, благодаря чему домашний доктор, у которого они брали запрещенные книги, превращается в одного знакомого врача. Этого врача звали Иван Сидорович Покровский. Именно его называют вероятным отцом Владимира Ульянова и других детей Марии Александровны. А в ту же очередь Иван Сидорович Покровский, пусть не выделяет вас, тоже незаконно рожденный. То есть Улыбышев фамилия, Улыбышев, вот этого самого деда Ленина, крепостная крестьянка, очень симпатичная и так далее. Вот он родила вот этого мальчика. А в ту же очередь писать, дать фамилию свою, это скандальная история на всю Россию и так далее. Она взяла свою фамилию, включила и своего отца, отчества, дала этому ребенку. То есть Иван Сидорович. С Марией Александровной Ульяновой Иван Сидорович познакомился еще в Нижнем Новгороде. Так же хорошо он знал и Илью Николаевича. По воспоминаниям очевидцев тех лет, Покровский часто бывал в доме Ульяновых. В Симбирске некоторые соседки недолюбливали Марии Александровны. Вы знаете, за что? А вот, что это она какая-то уж больно строгая, чопорная, слишком много детьми занимается. Ну да, вместо того, чтобы ходить друг к другу в гости, обсуждать сплетни городские, да? А она детьми много занималась. Так уж поверьте, что вот эти вот сплетницы, вот эти вот клоши, которые любили косточки перемывать, уж, наверное, бы заметили факт, что Мария Александровна там где-то гуляет с кем-то налево, да? Но ни одной такой сплетни не было про нее никогда. А уж, наверное, пронюхали бы. Не было. Потому что она была настолько кристальна, что никакая грязь бы к ней даже и не прилипла. А вот что рассказывает исследователь ленинской биографии Аким Александрович Арутюнов, основываясь на воспоминаниях одного из жителей Ульяновска, который учился в той же гимназии, что и Ленин. Очень много он рассказал, Леонид Евграфович, о нем. Я говорю, а почему так много, знаете? Вот тогда впервые сделал открытие, говорит, мама учительница, и вообще город маленький. И все прекрасно знали, как они вдвоем гуляют, в то время, когда Илья Николаевич школы создает. Вместе гуляют, вместе на берегу Волги бывают, постоянно вместе и так далее. И вот, говорит, кумушки наши, так, посудачить. Вот это слово никогда не забуду. Любили посудачить на эту тему. Роман, я говорю, вот так. Почему знали? Не только я, говорит, так. Весь город прекрасно знал. А потом вот так провел по бородке, а потом, говорит, Роман, вот, Мария Александровна Иваном Сидоровичем Покровским стал центральной темой для наших женщин, чтобы посудачили, так. Вот так. Долгое время, говорит, так. Вот, значит, знали. Шило в мешке не утаишь. Если воспоминания пожилого человека верны, то тогда получается, что все дети Ульяновых на самом деле Покровские? В то время, как Илья Николаевич является как бы слепком, все дети являются как бы слепком с него, то там, ну, ни одной черточки нет общей. Нет. У всех у них, посмотрите, у Владимира Ильича, в том числе широкий нос, да, оттопыльные уши, у того узенький такой носик интеллигентный, ровненькие ушки. Покровский доктор. Значит, я говорю, если доктор Покровский бывал в доме, значит, он непременно должен был быть любовником. Ну, как, как иначе может подумать? Более того, появилась версия, что старший и любимый брат Володи Александр рожден не от Ульянова и не от Покровского. Предположительно, его отцом был известный цареубийца Дмитрий Каракозов. И Саша поэтому стрелял в царя, хотя он не стрелял, но там, это другой разговор, потом поговорим, если будет время, вот, мстил за отца, откуда он узнал, даже если бы так, да? Дмитрий Каракозов, революционер-террорист, совершил неудачную попытку нападения на Александра Второго, казнен. Дмитрий Каракозов учился в гимназии, которую возглавлял Илья Николаевич Ульянов, до того, как получить почетную должность директора народных училищ. Стались сочинять правдоподобные вещи. Мог ли, скажем, Илья Николаевич что-то купил, там, какую-то провизию и так далее для еды и все прочее, поручить, чтобы он отнес домой. Маленький городешек, ну, 36 тысяч, что это такое, да? Предположение тех жителей, вот так и пришло, гордошло, и до Симбирска связь какая-то там есть и так далее, дошла связь такая, что она могла соблазнить этого мальчика. Мать Ленина, Мария Александровна, могла соблазнить. Однако в эту версию поверить довольно сложно, если сопоставить несколько дат. Дмитрий Каракозов родился в 1840 году, окончил гимназию в 1860-м. Затем учился в Казанском и Московском университетах. Александр Ульянов родился в 1866 году, то есть Дмитрию Каракозову на тот момент было уже 26 лет, и он никак не мог быть мальчиком, которому поручили отнести продукты в дом. Тогда их связь должна была случиться намного позже. Теперь посмотрите. Вот Саша, да? Вот Саша. Типичный Ульянов. Теперь посмотрите на Олю Ульянову. Посмотрите на эти два лица. Вы можете сказать, что это не брат и сестра? Опять. Та же припухлость верхней губы. Вот эти характерные ульяновские черты, да? Посмотрите. Те же оттопоренные уши. Тон же монголоидный разрез глаз. Ну, то есть, те же летящие стрелами брови. То есть, понимаете, все, абсолютно все говорит об ульяновской крови в этих людях. Александр Ульянов – революционер-террорист. Неудачное покушение на царя Александра Третьего. Казнен. Александра могли помиловать. Ему достаточно было написать прошение царю. Однако он этого не сделал, несмотря на мольбы матери. Их последнее свидание состоялось накануне казни. Мария Александровна знала, что видит сына живым в последний раз. В этот день она стала совершенно седой. Мальчик. 21 год. И вы понимаете, какой вот рахметовский характер, да? Какое чувство собственного достоинства. Какое бесстрашие. Вся семья с ужасом ждала 8 мая 1887 года. На этот день была назначена казнь Александра. Смерть старшего брата не могла не повлиять на Володю Ульянова, которому тогда было 17 лет. При определенных проблемных отношениях с отцом иногда сыновнее чувство, любовь, упование, ожидание переносятся на другую значимую фигуру. Вполне вероятно, что такой фигурой мог быть Александр. Ну, из известных нам источников, да, мы знаем, что он действительно очень любил старшего брата. Это довольно естественно. Вообще довольно естественная модель отношений между старшим и младшим братом. когда старший брат является таким любящим, принимающим, понимающим. Иногда бывает совершенно наоборот, но в данном случае, видимо, было так. И, конечно, когда Володя потерял его, то он потерял, по сути дела, тот источник любви, понимания, защиты, устойчивости, определенности. Вот тот фундамент, на котором ребенок строит свою мужскую модель поведения. Да, да. Вот они дружили. Вот это была дружба. Настоящая дружба. Ведь вот мы привыкли в детских рассказах читать там, как Саша, да? Кашу с молоком и с маслом, как Саша. Но ведь он не только кашу ел, как Саша. Он был вообще под влиянием Саши. Ведь впервые Володя познакомил с капиталом Маркса, Саша. Саша не только открыл для младшего брата труды Карла Маркса. Он показал Володе пример борьбы с царской властью. Террор, кровавый террор, единственно возможное средство освобождения народа. Владимир Ульянов уроки старшего брата воспринял буквально. Версия такая, что решил Ленин за своего брата отомстить. Бред. Это бред. Почему? Потому что он всех, на всех ярлыки повесил. И на брата, и на младшего брата, и на сестру, вторую сестру. Это дура. Это дурак. Только одно слово еще прилагательно добавлял. Он обыкновенный дурак. Это Дмитрий, младший брат. В общем, он не с кем, даже вот я говорю, что не только посторонних оскорблял, даже своих близких. Из воспоминаний Георгия Соломона, крупного революционного деятеля, который близко знал Ленина. Когда Дмитрий Ульянов был назначен на какой-то весьма высокий пост в Крыму, Владимир Ильич так отозвался об этом. Эти идиоты, по-видимому, хотели угодить мне, назначив Митю. Они не заметили, что мы хотя и носим одну и ту же фамилию, он просто обыкновенный дурак, которому впору только печатные пряники жевать. Папа называл его Володя, Владимир Ильич называл его Митя или Митюша. Потому что отношения, вообще отношения были хорошие. Знаете, я вот всегда, когда вижу какую-нибудь семью, где там кто-то, с кем-то ругается, то я думаю, господи, а вот какая же это была семья-то Ульянова? Никакой рогуни не было. Это Ольга Дмитриевна Ульянова. Единственный из прямых потомков Владимира Ильича Ульянова, дочь его младшего брата Дмитрия. Он был врач. Он был коммунист. Какая-то вся семья Ульянова. С Ольгой Дмитриевной мы встречаемся во дворе ее дома. В квартиру она нас не приглашает. Тем более, что там внучка, с которой Ольга Дмитриевна не сходится по политическим и жизненным убеждениям. Ну, внучка очень безалаберная. Так говорить о ней, что не хочется ничего. Говорить о ней не очень хорошего. И так нет, понимаете. А говорить что-то, там о ней как-то что-то осуждать за что-то. Не за что осуждать вроде. Ну, девочка как девочка. Полине Ульяновых. А все умерли. Все умерли, да. Папа моего, мой брат Виктор, но он давно уже тоже умер. Но он как раз к этой семье как-то... Он, конечно, относился с уважением к этой семье. Вот. Но сам он не старался как-то подражать и чем-то быть похожим. Жил Виктор Дмитриевич Ульянов просто. Говорят, был очень гостеприимным человеком. Своих детей назвал Владимир и Мария, внучку Надеждой. У Ольги Дмитриевны одна дочь, которую она тоже назвала Надей, в честь Надежды Константиновны, которую очень хорошо помнит. Когда я приходила к ней, она жила, значит, в другой... тоже в Кремле, но в другой квартире. Я к ней приходила. Она всегда очень радовалась. Она работала, сидела за письменным столом. Меня в детстве Ляля называли. Ляля, иди сюда, садись. И, значит, я усаживалась к ней. Но тут приходил Цербер. Знаете, кто такой Цербер? Цербер – это ее личный секретарь, женщина, которая говорила, Ляля, ты мешаешь тете Наде работать. Нет, нет, она мне не мешает. А я говорю, мешает, иди отсюда. Вот так. Такие вот начинались. Конечно, я эту тетку не взлюбила за это, потому что я прихожу к своей тете родной, она ругается. Надежда Константиновна вышла замуж за Ленина в 1898 году в Шушенском. Удивительно, что она вошла в историю как Крупская, а не Ульянова. Хотя их брак с Владимиром Ильичем был совершенно законным, негражданским, и она взяла фамилию мужа. Более того, молодые революционеры и убежденные атеисты венчались, иначе каким бы образом царские власти разрешили им жить вместе в ссылке. Долгое время факт венчания старательно умалчивался, ведь, как известно, Владимир Ульянов в буквальном смысле слова разорвал свои отношения с религией, еще когда был гимназистом. Он сорвал с себя нательный крестик и бросил его на землю, о чем вспоминает одна из сестер. Однако даже откровенное неверие не помешало Ленину и Крупской принести клятву супружеской верности в церкви. Поскольку он ее разумно любил, и она его, и они хотели быть вместе, они перешагнули через эту неприятную процедуру. Ну что делать? А тем более они жили в селе, там были все набожные. Ну что, они в чужой монастырь со своим устам пойдут, да? Там бы все показывали поясницу. Вот, незаконные живут, они венчаны. Зачем это нужно? В том, что Надежда Константиновна и Владимир Ильич были настоящими единомышленниками и преданными друг другу и делу революции людьми, никто не сомневался. А вот рассказы о настоящей любви между ними у многих исследователей вызывают сомнения. Он не мог жениться, потому что никому он не нужен был. А Крупская согласилась, ну что ж, товарищ по этому самому кружку и заодно не одинокой бы жить всю жизнь. Ей уже пошел уже 29-й год, когда они женились. Крупская нужна была еще не как женщина, ну, конечно, как женщина нужна была. Она, как говорится, была всю жизнь после этого, вот же поженились, она была секретарем, и мало того, что не все секретари делают, переписывала кошмар на его рукописи, которую никто из редакторов для публикации не смог бы взять. Всю черновую работу она делала. вот так что ей доставалось. Без нее он ничего не смог бы опубликовать. Владимир Ильич действительно обладал специфическим почерком. Он мог писать так мелко, что разобрать написанное было под силу только ему самому и Надежде Константиновне. Были у него и другие особенности письма. нас учат буквки писать одинаково. Мы их пишем по-разному, но обычно узнаем. Есть некоторые моменты, некоторые буквы пишут человек уникально так, как никто другой. Такие моменты, собственно говоря, рисует личность человека. Есть интересное написание буквы, например, Т, уникальное. Интеллектуальная агрессия или агрессия через интеллект. То есть это первоклассный боец и его оружие интеллект. У него наклон достаточно серьезный, то есть человек начинает дело руководствуясь сердцем какими-то своими усмемлениями, то есть переживаниями, эмоциями. Но дело он делает уже непосредственно с холодным расчетом. И очень интересный сплав, то есть душевный порыв, подкрепленный холодным расчетом, это можно далеко пойти, в принципе, далеко и пошли. Вот даже с этих анкет. Если посмотреть, вот здесь есть графы. Владимир Ильич у нас их практически игнорирует совершенно. Он их, по-моему, даже не видит. То есть человек легко переходит границы дозволенного, скажем так. То есть российско-финскую границу переходил, ну и это уже даже не смешно, то уж так и было. Единственное, почерк мелкий, немножко, ну скажем так, скрытность, это может быть чьи-то характер, это может быть просто характеризовать род его деятельности. Владимира Ильича Ленина было более 150 псевдонимов. Помимо этого он вообще отличался страстью к маскировке. По воспоминаниям соратников иногда она доходила до смешного. Летом он мог надеть теплое пальто и натянуть шапку до бровей, считая, что это изменит его до неузнаваемости, хотя такой наряд, конечно, привлекал к себе еще больше внимания. Я здесь тоже рассмотрел два основных фактора, на мой взгляд. Первый фактор совершенно очевидный. Если он живет в условиях выживания, в условиях постоянной борьбы, в условиях ощущения опасности, то, конечно, здравый смысл ему подсказывает, что нужно защищаться всеми возможными способами. Конспирация, конспирация, еще раз конспирация стала его, как известно, девизом. И это неудивительно. Здесь могло быть и большее количество имен и псевдонимов, которые он мог взять. Он защищался, он старался здесь в этом смысле быть правильным революционером. И он все делал правильно. Другое дело, что есть другой еще психологический, эмоциональный аспект того, что человек берет другие имена, фамилии, он связан уже с психическими особенностями личности. Кстати, вполне возможно, что хорошо известный, можно сказать, хрестоматийный факт пребывания Ленина в шалаше в разливе. На самом деле, выдумка. Легенда, созданная партийными деятелями примерно в 30-е годы. Опубликовали в 1922 году в известных статьях, где они пишут, как это все произошло, что он ушел в подполе. Салин сказал так, Владимира Ильича надо сбрить усы и бороду. И, собственно, ручно он сбрил Сталин. Понимаете, это первое. Потом, погодя чуть-чуть, он говорит, надо Владимира Ильича женское платье одеть. А говорили про Керенского, это вранье было все. И он был смущен. Вот свидетельские показания такие, что он был смущен, Ленин, что как же так, женское платье, да? Но промолчал. Он не был глупым, Ленин. Умным был достаточно. Но террорист. И государственный, и международный террорист, мир прочим. Вот. И что же промолчал, понимая, что он не сможет добраться ни к вокзалу, ни морпорту, тут же арестует его. Поэтому промолчал. И попросил Сталина из семьи Аллилуевых, очевидно, матери или дочери, какой размер подходил, вот, одели женское платье и платком, вот, его, как говорится, накрыли, и в таком виде троем провожали по этого самого, не вокзала, а специально договорились, на берегу Невы катер ждал, и прямым ходом в Кронштадт, и никакого разлива не было. По некоторым воспоминаниям Владимир Ильич не любил жить коммунной, а всегда просил поселить его отдельно. Объяснялось это тем, что он много работал, и посторонние его сильно отвлекали. Знаете, интересный момент. Я когда был в Ульяновске, ну, во-первых, вот на этой улице, которая сейчас называется улица Ленина по-прежнему, там три или четыре дома, где они переезжали постоянно. Переезжали. А вот при этом это, естественно, не единственные были переезды, то есть там огромное количество переездов в их жизни. Я полагаю, это могло повлечь у него формирование отсутствия, точнее говоря, ощущения дома. Да, где можно быть вместе, где можно быть рядом с кем-то, где можно научиться общению, получить это ощущение удовольствия от общения с другими людьми. Это раз. И второй момент, опять же, его революционная деятельность, его борьба, ожидание угрозы со стороны других людей, подозрительность и вот эта вот позиция, паттерн его, позиция борьбы по отношению к окружающему миру, к окружающим людям, они изначально не предполагают такого душевного контакта, способность находиться рядом с другим человеком, понимать его, принимать со всеми его недостатками. Однако в его жизни, кажется, был человек, которого Ленин принимал со всеми недостатками. Удивительная женщина, которая сыграла свою загадочную роль в судьбе Ленина. Ей было суждено стать иероглифом, который историки разгадывают до сих пор. Что было между ними на самом деле? Великая любовь или их объединяла великая идея? Он был действительно, может быть, улюблен. Но что касается Арманд, я не думаю, что она, может быть, уважительно относилась как к руководителю и так далее, партийному деятелю. Но кого любить, непонятно. Она была в него очень влюблена, а он ее просто симпатизировал, потому что она была действительно и красавица, и умница, и соратник по борьбе. Взаимоотношения между Инессой Арманд и Владимиром Лениным длились 10 лет, вплоть до трагической гибели француженки. По официальным сведениям, во время поездки по Северному Кавказу она заболела холерой и скоропостижно скончалась. Некоторые говорили, что, возможно, Инессу Арманд отравили и даже не исключали, что к этому причастен сам Ленин. Он не смог справиться со своей страстью и решил избавиться от порочащей его связи в глазах партии. Великий вождь не мог позволить себе маленькую слабость. Он не причастен к этой смерти. Абсолютно. И то, что описали и свидетельства, и показания были, когда на Курском вокзале вместе с Крупской встречали этот поезд с грубым телом, и что он плакал, шел, плакал, это о многом говорит, он сознание терял, рассудок терял от того, что поддерживали его. Вот о том, что он переживал, страшно переживал ее смерть. Часто говорят, что младший сын Арманд, Андрей, это ребенок Ленина. Однако, это невозможно по двум причинам. Во-первых, когда Ленин и Арманд впервые встретились, Андрею уже было пять лет. И во-вторых, Ленин не мог иметь детей. Из всех Ульяновых дети были только у Дмитрия Ильича. Мария Ильинична замуж так и не вышла. Анна Ильинична, хотя и была замужем, но долгожданный малыш в их семье так и не появился. Отчаявшись родить собственных детей, Анна и ее супруг Марк усыновили мальчика Гору. Владимир Ильич и Надежда Константиновна тоже очень хотели иметь детей. Однако, вождю мировой революции, видимо, не суждено было оставить после себя потомство. У тебя была такая жизнь все время. Аресты, ссылки до революции. И где... То она в тюрьме, то Владимир Ильич. Ну как? Какие тут дети могут быть-то, а? Куда дети? В тюрьме? Ужасно просто. Она очень любила детей. Аким Марутюнов работал с документами известного немецкого профессора, который занимался исследованиями довольно узкой проблемы. Почему у некоторых больных сифилисом не рождаются дети? И там четко он сказал, что пишет так, ну, дословно получается так, что не рождаются дети у тех людей, у которых смешанная инфекция. И пришел к выводу, какие там инфекции? Разные болезни венелицкие бывают. Сифилис плюс канарея. У Ленина тоже самое было. Его мещаком лечили. Я в архиве смотрел, куда он, в Лейпциге, в Берлине и так далее, каким врачам обращался он. В основном неропатологом. Понимаете, потому что у него головные боли. Мучили, а там мещаком. Такое средство было тогда. Понимаете, больше ничем не лечили. Его жизнь началась с тайн, тайной же и закончилась. Последние дни Ленина и болезнь, от которой он умер, долгое время оставались загадкой для историков. Накануне траурной церемонии в известиях появилась статья о причинах смерти. Говорилось, что Ленин умер от склероза и изнашивания сосудов. Позднее стали писать, что причина смерти кровоизлияния в мозг. Не случайно же, когда он умер, по его мозгу стучали молоточком, стук раздавался, как от камня. У него склероз был страшный, потому что он выработал свой мозг. Выработал. После смерти Ленина Политбюро решило провести тайные исследования мозга величайшего вождя человечества. Причем сначала собирались везти его в Германию, но потом решили создать в Советском Союзе специальный институт мозга. Однако возглавить его пригласили все-таки немца, профессора Фохта. Он исследовал мозг Ленина и выдвинул предположение о его гениальности на основе того, что в мозге вождя было много своеобразно расположенных перимедальных клеток. Чуть позднее один его немецкий коллега сделал открытие, что подобное строение мозга часто встречается у душевнобольных. В любом случае кто становится революционером? Ну, кто становится? Человек неуспокоенный, человек неудовлетворенный. Да, человек несчастливый, безусловно. Да, который считает, что все враги. Человек, который акцентуировал на своей идее, и он не считается с реальностью. И международный терроризм осуществлял, и государственный терроризм осуществовал, вообще он был страшный, страшной личностью. Он слишком рано уснул. Еще бы десяточек годов. Может быть, вся история пошла по-другому. Он начал писать свою автобиографию, точнее, анкету, которую ему предложили заполнить. Но он не мог уложить всю жизнь в предложенные ему графы. Ему всегда было сложно соблюдать границы. Выдумывать автобиографию он не хотел. Написать правду не мог. Его автобиография получилась бы очень короткой. Слишком много ему пришлось бы скрывать. Листок, исписанный знакомым почерком. Та же рука подписывала документы и приказы, которые превратили Россию в Советский Союз, которые вершили судьбы миллионов, которые лишали жизни или заставляли жить в вечном страхе. Возможно, напиши он автобиографию. Вся мировая история действительно могла бы пойти по другому пути. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.